всем здравствуйте сегодня хотел поделиться очень популярно начал наблюдать в интернете есть такая феномен получается что многие я бы также даже сказал верующие или христиане начали смотреть даже делиться может и хорошо что делится но вопрос делится чем делится разные проповеди разные учения да о том или ином то что человек делается большинство случаев это хорошо что делится хочет поделиться с кем-то проявляет его искренность если он это делает искренне да но есть когда я начинаю просматривать то или иное видео то или иное послание и вижу что оно не соответствует писанию и вопрос как как определить людей я поставил один пост о церкви всемогущего бога звучит очень хорошо прекрасно красивое название но когда мы с женой начали слушать и начали рассматривать они начали рассказывать очень хорошо философия много много умных слов и нам было тяжело определить это христиане или это в кавычках христиане и когда мы слушали 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 мы начали пристально прилагать наше внимание в том что они начали цитировать очень сильно библию а потом быстро давайте тогда откроем книгу всемогущего бога и когда мы подготовились открыть библию оказалось что книга всемогущего бога это не библия они открыли свою книгу и начали цитировать слова из писаний и но они не соответствовали библии поэтому хорошо мы увидели заметили я это написал и даже в мою группу но присылали этих проповедей я их начал отклонять потом написал правило что что не соответствует писанию не будет вот как определить давайте зададим себе вопрос как мы можем определить лжеучение от истинного людей которые лже пророков от истинных секты от истинного служения то есть какая разница между ними в чем чем все в чем все заключается разница когда-то в нашей церкви была одна проповедь мне очень понравился ее контекст и он наглядно дает ответ да суть такая была что чем отличается пшеница обычная от пшеницы которую дают от тройки для мишей вся разница та же самая пшеница та же самая прекрасная хорошая красивая пахучая пшеница но разница в обоих зернах яд и пища заключается в чем в том что это это зерно тоже самое пшеница healthy здоровый хорошая на пищу пшеница там где яд там только один процент то же самое примерно то же самое примерно с истинным учением иисус христос нас предупредил что это есть в евангелии от матвея 24 глава начиная начиная 24 стишка ибо восстанут лжехристы и лже пророки и дадут всякое знамение и чудеса чтобы прелестить если возможно избранных вот я наперед сказал вам итак если скажут он в пустыне не выходите вот он в потаёмных камнях не верьте ибо как молния от востока будет видно так даже до запада так будет при счастье если иначе церковь всемогущего Бога они их неучение базируется на том что в Нью-Йорке в теле женщины пришел Иисус Христос и они цитируют вот я стою стучу вы меня не слышите кто не хочет меня услышать там стоит не будет обедать со мной и так дальше я вот уже Христос я пришла Писание четко говорит что как молния исходит от востока и видно даже до запада то есть представляете молния проходит через небо и мы все видим вне зависимости в том ли городе в другом городе мы все видим молнию то есть Иисус Христос дал наглядный пример как будет пришествие Иисуса Христа представь себе будут будет землетрясение будет не землетрясение какого-то локального характера пишет Писание что будет такое землетрясение что земля будет бежать от лица его то есть это будет это не будет где-то где-то в закоулке это будет как всемирный потоп это будет по всему миру каждый каждый глаз человеческий увидит это не будет по интернету как некоторые говорят вот уже было это пришествие Христа нет это будет глобально будут сильные землетрясения это будет солнце небо будет сворачиваться то есть это будет очень сильно и каждый человек увидит как молния то есть каждый человек своими глазами будет видеть пришествие Христа Это не будет тайно Это будет сильно, это будет могущественно Но я скажу, ну, земля круглая, как все увидят Я не знаю как Ну, если Бог может сделать так, что все видят солнце и луну в округе, да, и звезды Значит, для Бога возможно сделать так, что все увидят Я не знаю как Но Писание говорит, что все увидят И характеристика Церкви Всемовущего Бога Они говорят, что уже Иисус, это женщина, она пришла, и она в теле Иисуса И верующие должны слышать то, что она говорит Это неправда, это лжеучение, это лжехристос Вообще, если рассматривать все Я бы так сказал Чтобы по-быстрому определить, лжеучение или не лжеучение Смотрите, кому люди воздают славу Если слава идет тому или пророку, проповеднику Он себе представляет, что он Христос Что он апостол Что он еще какой-то пророк Божий Смотрите, кому воздается слава Если слава воздается Богу Если всем этом стоит Бог, не человек Тогда можно продолжать слушать Но если вы видите, что люди начинают говорить Я пророк, я превыше всех Я посредник И только через меня все это Это ересь Это лжеучение Если кто-то называет себя Христом Это лжеучение Сразу Даже не рассуждать Не терять время заходить, слушать, исследовать Если человек себе назвал Христом Это лжеучение Самое быстрое найти Это Google прописал название той или иной организации И вам сразу примерно Google покажет Что за нее пишут Какие есть ли там Какие-то определения То есть это по-быстрому Второе Когда мы говорим с человеком Или с той или иной драктриной Мы должны Это записано в послании Иоанна 4.1.3 Пишет Возлюбленные Не всякому духу верьте И испытывайте духа От Бога ли? Потому что много лже пророку появилось в мире Духа Божия и духа заблуждения Узнавайте так Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа Пришедшего во плоти Есть от Бога А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа Пришедшего во плоти Это важно Не есть от Бога Это дух Антихриста О котором вы слышали Что он придет И теперь уже есть в мире То есть Если та или иная учение признает Иисуса Христа Первый вопрос Не просто Иисуса Христа Ты признаешь Иисуса Христа Многие говорят Да Я говорю Как? Ну Хороший философ Исторический деятель Ну Некоторые говорят Он Хороший пророк Он был пророк То есть Это все Лжее учение Это все лжее учение Если человек Если Та или иная Религия Основывается на том Что Иисус Христос Это просто Философ Ученый Историческая Личность Или что-либо другое Только не Господь Пришал в плоти Пришал Придя в плоти И умер И воскрес Согласно Иоанна 4.1.3 Эти люди В заблуждении Да Они Не имеют Они Искажают Писание Есть еще Учение Где говорят О том Что есть Посредники Говорят Я посредник Я вот там Какой-то Пророк Я посредник Между Богом Или Какой-то Святой Посредник Между Богом Или еще Кто-то Согласно Писанию Тимофей 2.5 Пишет Ибо Един Бог Един Бог Един посредник Между Богом И человеком Человек Иисус Христос Все Перед Если вам Кто-то Какая-то Религия Говорит Или Учение Говорит Что есть Еще какой-то Там Нью-Йорк Или еще Где-то Или в Китае Или в Корее Есть Какой-то Посредник Который Которого Надо Слушать Поклоняться Это Лжепророк Это Понятно Прямо Конкретно Господь Ответил Как На это Смотреть Как Определяться То есть Ну Самое Главное Самое Главное Это То Что Люди Не 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 Следуют Писание Это Самое Главное Потому Что Чтобы Определить Хорошая Или Пища Или Плохая Надо Знать Какая Хорошая Вы со мной Согласны То есть Если Сказать Что-либо Надо Знать Что Такое Хорошее Чтобы Потом Сравнить С чем-то Плохим Я Много Общался С мусульманами С евреями И С другими Вероучениями Да И Многие У нас Так Принято Бери Читай Библию И все Я Мусульманом И другим Людям Которые Истинно Ищут Бога Я Я Им Говорю Просто Бери Коран Бери Библию Читай Сравнивай И увидишь Потому Что Чтобы Увидеть Истину Надо Сравнить Есть В нашем Мире Есть Эталон Да Эталон Килограмма Там И мы Этот Эталон Берем На весы И свешиваем И видим Как Оно Есть Так же Само В Святом Писании Да Есть Эталон Если Человек Возьмет И сравнит Писание То есть Библию С той С той Или Иной Доктриной Или С тем Или Иным Мучением Очень Легко Это Определить Когда Когда Человек Сравнивает Сравнивает С Эталоном То есть Берет Библию Начинает Сравнивать И Там Все Всплывает Сразу Там Все Показывается Как Как Оно Выглядит Где Истина Где Правда Для этого Господь Иисус Нам Сказал Такие Слова От Иоанна Святого Писания 5.39 Исследуйте Писание Ибо Вы Думаете Через Него Них Иметь Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Мне Все Пилет То есть Если Брать Писание И Слушать Что Сравнивать С Писанием Что Где Правда Где Ложь И Учиться Пребывать В Писании Тогда Вы будете Чувствовать Где Разница Вы будете Знать Как Определить Это Лже Христос Или Лже Учение Это Правда Или Это Яд Да То есть Знать Писание Это Самое Главное Есть Даже Такой Анекдот Приехали Вместо Где Были Неверующие И Говорят Ты Верующий Процитируй Ты Мусульманин Процитируй Коран Говорят Да И Процитируют Библию Говорят Ну Те Выслушали Пропустили Тот Говорит Ты что Ты же Цитировал Библию Он Говорит Слушай Если бы Они знали Читали Коран Они бы С оружием Не стояли То есть Вот Реальная Личность Я когда С людьми С разными Общаюсь И Люди Говорят Ну Я Верующий Я Христиан Я говорю Когда Ты последний раз Был в церкви А Как церковь Назвать Ну Христианская Такому Человеку Можно Говорить Все Что Угодно И Этот Человек Будет Слушать И Если Это Будет Сопоставлять С Его Логикой Он начнет Принимать А если Это Будет Даже Захватывать Его Логику Тогда Вообще И На это Нацелен Нацелен Дьявол Да Он знает Что Человек Который Не знает Писание Его Легко Можно Обмануть Ему Можно Цитировать Говорить Что Это Пишет Библии И Вот Например Очень Известный Тезис Который Ходит В христианском Мире Говорят Пей Ну Не Упивайся Такого Библии Нет И Когда Люди Говорят Ну Ты же Знаешь Там Говорят Что Пей Ну Не Упивайся В вашей Библии Где Найди Мне Это Писание Его Нет Нет А Многие Просто Молчат Да Возможно Нет То есть Вопрос В том Что Если Взять Склеить Две Получается Примерно Как Библии Два Местописания Да Склеили И сделали Пей Ну Не Упивайся Но Этого Нет У Библии Я Недавно Поставил Картинку Есть Такая Мысль Цель Сатаны Ваш Розун Его Оружие Это Ложь Ваша Защита Слово Божье То есть Помните Что Даже Иисуса Христа Сатана Приходил Искушать Чем Писание Чуть Чуть Туисто Чуть Чуть Изменил Чуть Изменил И Этого Было Достаточно Но Так Как Христос Знал Писание Он Тем Же Писанием Цитировал Ему Давал Ему Ответ И Дало Ему Эта Победу Если Не Упражняться Писание Если Не Читать Писание Очень Легко Попасться Очень Легко Услышать Что То Что Влечет Сейчас Очень Модно Процветание Вот Вы Если Вы Дадите Доллар Вам Бог Даст Тысячу Давайте Побольше Влаживайте Бог Так Не Говорит Что Верим То Есть Даже Не Бог Говорит Это Библия Говорит Что Человек Верующий Господа Будет Иметь Все Что Ему Нужно Не То Что Ему Хочется То Что Ему Нужно То Есть Обольщение Или Любостяжание Это Не Библейское Вам Говорят Ты Дай Доллар А Бог Тебе Даст Тысячу Это Любостяжание Братья Покайтесь Потому Что Это Не Божий Принцип Бог Будет Если Вы Доверяете Бог Бог Будет Давать Вам Столит То Все Что Вам Надо Не То Что Вы Хотите Заключение В Рап И Та То Если Вы Хотите Определиться Первый Это Смотрите На кого Нацелена Слава Если Нацелена Слава На Человека Если От Это Учение Получает Славу Человек Это Лжеучение Если Это Славу Получает Организация Это Лжеучение Если Она Это Это Сразу Только Начинаете Говорить Если От Этого Поклонения Идет Культ Личности Это Лжеучение Сразу Или Организация Культ Личности Организация Это Лжеучение Второе Даже Не Зная Писание Если Вы Слышите Сразу Второе Если Они Исповедуют Иисуса Христа Пришедшего Во Плоти Умершего Воскресшего Бога Если Нет Это Дух Антихриста Третье Если Оно Противоречит Писанию Для этого Уже Надо Знать Писание Не Советую Идти Состязаться С людьми Или Ходить Искать Что-то Не Зная Писание Исследуйте Писание А Вообще Лучше Не Не Рисковать Собой Потому Что Иисус Христос Сказал Не бойтесь Того Кто Убьет Тело Бойтесь Того Кто Может Убить И Тело И Душ Это Главное Не Рискуйте Собой Вы Не Подопытный Кролик У Вы Можете Помнить Где Вы Можете Защитить Себя Свою Семью Потому Что От Вашего Решения Зависит Решение Зависит Ваши Дети Ваша Жена Ваши Друзья Да То есть Если Вы Примете Неправильное Решение Вы Сделаете Учениками Свою Семью И Если Это Будет Ошибка Для Этого Я Записал Это Видео Чтобы Вы Не Делали Ошибки Чтобы Вы Знали Что Только Один Иисус Христос И Это Единственное Учение Где По Вере В Иисуса Христа Мы Получаем Спасение Нет Больше Посредников Кроме Иисуса Христа Это Написано От Иоанна 5.39 Исследуйте Писание И Галатам 3.22 Пишет Что Писание Всех Заключило Под Грехом Дабы Обытование Верующим Дано Было По Вере Иисуса Христа То есть Спасение Только Через Иисуса Благословит Вас Бог Я Рад Был С Вами И Делайте Правильное Решение А лучше Не рискуйте Своей Жизнью И душой И духом И телом Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров